Второй вопрос о геометрии. Как звучит теорема Пифагора? Теорема Пифагора? А Пифагора, что они больше не равны? Вопрос из физики. Как вычислить силу тяжести? Второй вопрос из геометрии. Наука гникология. Можно подсказывать? Друзья, всем привет. Сегодня у нас второй выпуск со школьными вопросами. Случайным прохожим я буду задавать вопросы из школьной программы. 5 вопросов, если 5 правильных ответов последуют от человека, 1000 рублей он зарабатывает. Правила просты. Мы начинаем. Поехали. Девушки, добрый вечер. Есть минутка времени у вас? Хочу предложить вам поучаствовать в викторине. Школьные вопросы. Если вы на них отвечаете, на 5 школьных вопросов, 1000 рублей зарабатываете. Не отвечаете, ничего не теряете? Давай. Хорошо, держите микрофон. Как вас зовут? Софья. Софья, очень приятно. А вас? Алина. Алина, очень приятно. Меня Артем. Мы можем советоваться? Конечно, да. Пожалуйста. То есть вы на двоих 5 вопросов должны ответить. 1000 рублей ваши тогда. Первый вопрос. Довольно-таки легкий. Какова причина смерти Александра Сергеевича Пушкина? На дуэли застрелили. Да, все правильно. Первый вопрос у вас есть. Второй вопрос. Из геометрии. Как звучит теорема Пифагора? Сейчас, сейчас. Я знаю. Даже надо ее словами-то сформулировать. Сумма квадрата катетов равна квадрату гипотенузы. Да, все верно. 2 из 5 есть. Третий вопрос. Биология. Что изучает наука микология? Грибы. Да, 3 из 5. В каком году отменили крепостное право? Вы близки, но на круглое число вы ошиблись. То есть нет, не 1962. Да, а в 1961 что было? Тоже такое событие значимое. Мы были первые в мире в этом. Мы с Америкой. Первый космонавт наш полетел в космос. И пятый вопрос из физики. Как вычислить силу тяжести? F равно M2? Не M2. Вы очень близки на самом деле, но не M2. С физикой, да, собственно. Там, по-моему, дельта? Что-то так не помню. Не совсем, нет, не дельта. Не дельта. Единственное, что я знаю про силу тяжести, это кайфор, M2, все. Это кайфор, M2, все. Это кайфор, M2, все. А, ничего, все. Ну, пятый вопрос, и все. И тысяча ваша. Но надо на него ответить. Начнем, а. А что у нас, подожди. Там, может, M2 делить на... M3 катает другое. Другое. Не, не на M. М большая, на M малая. Не, 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 не. Другое. Говорила нам удивить класс. Вы были близки, когда сказали F равно M, A. А, но не A, не A. Там, там. Сейчас, ну давай логически порассуждаем. А это у нас ускорение, правильно? У нас как ускорение рассчитывают? Еще не знаю. Помнишь? Нет. Сейчас, перзем. Я бери, кто к 10 классу нормально пошел. Ах, это я не знаю. Если не A, то это этот. Как она вот так выглядит? Нет. Какая? Ну вот эта вот. Какая? Вот эта вот. Ну что у нас вместо A еще может быть? Думай, логично. Там и буку на самом деле похожа на A. В какой-то степени. Нет. Это что? Кое-то мы осветовали, подходят. А словами можете эту формулу объяснить? То есть, что нужно умножить на что? Да, блядь. Хороший вопрос. Я помню из физики только сила тяжести. Так вот это и есть сила тяжести? Я же вас спрашиваю. Чему равна она? А, подожди, мы просто говорим про эту, про силу. А сила тяжести? Ебать, сейчас. Ка, по-моему? Нет, никак. Как А, ну не А. Нет, сила тяжести это F равно, да, чему равно? М и места там. Вот это, скорее всего, фигня. Которая, это как? Люблинка, вот эта херня. Которая ню? Нет, похоже, о которой? Нет. Это какая? Ню это вот эта. А я говорю, вот эта вот фигня. На Ко похоже? Ну, типа. А, Ро. Нет. Но Ро это плотность. Ну, он сказал, а ты куда думай? Блин. Ну, давай. Сображай. Серьезно, я вспоминаю все, что нам Геннадий Сергеевич писал на доске. Я помню эту силу тяжести. Спасибо. М и что там еще? Давай чисто технику, типа, рассудим. Давай, рассуждай тоже часто. А, на G. Формула? F равно M на G. Да, все верно. А G это что? Это, господи. Ну, короче, сила притяжения Земли. Ускорение свободного падения. G. Да, все верно. Я вас поздравляю. Вы ответили на все вопросы правильно. Тысяча рублей ваши. Ничего себе. Как вам? Поделитесь эмоциями, впечатлениями. Как вам? Участие. Насколько вы поняли, что вы знаете школьную программу? Надо учить физику. Надо учить физику и все. А так все нормально. Я считаю, вполне. На самом деле, панельный вопрос вопросит. Да, вы просто растерялись, может, чуть-чуть. И поэтому замешкались. Ладно, спасибо за участие. Спасибо. Вы победители. Я хотел предложить вам поучаствовать в викторине. Школьные вопросы по школьной программе. Если на пять вопросов отвечаете, тысячу рублей получаете. Не получаете, ничего не теряете. Хорошо. Держите микрофон. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна, очень приятно. Меня Артем. Повторю правила. То есть пять вопросов из школьной программы. Если вы на все пять отвечаете, тысяча рублей ваши. Хорошо. Ну что, мы начинаем. Первый вопрос из литературы. Я почему-то уверен, что вы на него ответите. Какая вы причина смерти Александра Сергеевича Пушкина? Ну, Дантес его застрелил. Да? Все правильно. Дуэль. Видите, как все просто. Второй вопрос. Как звучит теорема Пифагора? Пифагора, штаны во все стороны равны. Ну, в принципе, да. Но это такое, мне кажется, в простонародье формулировка. Нет, я не вспомню. Хорошо, давайте мы этот вопрос пока оставим. Вернемся к нему. Я вам буду подсказывать. Если сейчас на все другие ответим. Хорошо. Третий вопрос у нас из биологии. Что изучает наука микология? Мико какие-то. Что-то маленькое. Ну, отчасти да. Но не настолько прям маленькое, если вы там думаете, что это микроорганизмы какие-то. Не совсем. Микология. Нет, не отвечу. Даю вам подсказку. То есть мы это употребляем в пищу. Вот именно про них это наука. Она изучает вот прям именно их. Растения. Ну, частично. Это, знаете, и не растения, и не овощи. Это что-то между такое. Бывают ядовитые они. Грибы. Да, то есть наука. А гриба. Да. Да. Следующий вопрос. В каком году отменили крепостное право? Нет, не отвечу. Вообще, то есть не вспомните, да? Хорошо. И последний вопрос. Из физики. Как вычислить силу тяжести? Тоже не отвечу. Сила тяжести, сила притяжения. Нет, я не вспомнюсь. Не вспомните. Нет, не вспомню даже. Ладно, тогда спасибо большое за участие. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Ребят, добрый вечер. Есть у вас минутка времени пообщаться? Вот, уже хорошо, уже хорошо. А то некоторые прям, знаете, так ошибаются. Я хочу вам предложить поучаствовать в викторине. То есть викторина со школьными вопросами. Пять школьных вопросов я вам задаю. Если вы на пять отвечаете, тысячу рублей зарабатываете. Не отвечаете, ничего не теряете. Ну, давайте, да. Хорошо, вы один или с девушкой? Девушка тоже с нами выучаствует? Один вы идите, да. Хорошо, держите микрофон. Подскажите, пожалуйста, как вас зовут? Подевайте, или просто. Не, можете просто, да. Да, ничего страшного, чтобы звук был лучше. Как вас зовут? Эммануил. Эммануил, очень приятно. У меня Артем. Скажите, Эммануил, сколько лет вам? 22. 22. 22. То есть, в принципе, школьная программа, я думаю, для вас еще должна быть свежа относительно. Ну, относительно все-таки не так много времени прошло, как вы закончили школу. Давайте тогда начнем. Правила поняли. Пять вопросов. На пять вопросов правильно отвечаете. Тысячу рублей получается. Давайте, да. Первый вопрос из школьной программы по литературе. Довольно-таки простой. Какова причина смерти Александра Сергеевича Пушкина? Дуэль с Дантесом. Да, все правильно. После дуэли у него пошло заражение, и он из карпатижности скончался. Один вопрос есть из пяти. Поехали дальше. Второй вопрос по геометрии. Как звучит теорема Пифагора? Теорема Пифагора? Да. Одна из самых известных, наверное, теорем, в принципе, в математике. 3,78. Это не оттуда, да? Нет, нет. Ну, помните, в школе проходили такое? Теорема Пифагора? Или вообще прям... Это что-то с треугольником связанное? Да, да. Это с треугольником связано. То, что... Вот эта штука... Ну, нет, я понял, о чем она? Нет. Нет. Не-не-не, все. Читают теоремы Пифагора, я... Все. Ну, давайте дам подсказку. Там с углами она связана. С углами треугольника. А, может быть, то, что каждый... Сейчас. С углами треугольника... Ой, какими углами... Я сам вас запутал. Не с углами, со сторонами она связана. Со сторонами. С длиной сторон треугольника она связана. Каждая сторона равноведренного треугольника. Не знаю, почему-то там... Ну, нет, не совсем. А, ой, блин! Я как... Подождите, это то, что... Сейчас. Кстати, я... Кстати, я... Блин, прям мне натолкнули, но... Вот эти все катангенсы, синусы, косинусы... Я сейчас это не скажу. Короче, помню, что должно вот... Что-то вот это равняться... Не, короче, не. Идея правильно вы сейчас подали, да? Ну, я говорю, не. То есть, сформулируйте просто и все. Да, я говорю, я не вспомню все эти... Вот эти названия. Хорошо, давайте мы... Гипотенузе что-то там должно равняться. Да, 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 все правильно. Что-то должно равняться гипотенузе. Вы на верном пути. А что должно применяться гипотенузе? Ну, чисто теоретически. Ну, что есть у нас еще в треугольнике? Какие стороны? Вот, одна сторона гипотенуза, вторая, третья сторона. Если, даю подсказку, если это прямоугольный треугольник, то... Прямоугольный? Да. Ну, то есть, где один угол прямой, 90 градусов, вот у нас есть гипотенуза, а две другие стороны, как они называются? Тангенс, катангенс? Не совсем. Не совсем. Давайте пока этот вопрос тогда отложим. Давайте. Может быть, вы сейчас... Просто ради интереса давайте на другие удачи. Да, да, ответите. Что изучает наука микология? Это такой раздел биологии. Мы проходили такое в школе, да? Ну, вообще, да. Это есть в школьной программе. Это неправда. Я такое не проходил. Знаю, какие-нибудь макрокомплексы? Не совсем подскажу. Это даже не растение и не животное. К чему это отнести? Мы это употребляем в пищу. То есть, ну, это овощи или не оператор? Подскажи мне, нет, да? Это не овощи? Ну, да, да. То есть, микология, наука, грибы. Наука о грибах, да? Ну, хорошо. То есть, мы дошли как бы совместно. Можно сказать, что вы ответили. Так. Четвертый вопрос. В каком году отменили крепостное право? В 1861-м. Да, отлично. И у нас остался пятый вопрос. И вот как бы тот один еще, да. Вопросы с физики. Как вычислить силу тяжести? Сила тяжести? Да. Нужна... Так, сила тяжести равна силе сопротивления? Не совсем, нет. Что такое сила тяжести? Можно логически вот сейчас просуждать. То есть, что это такое? Ну, это масса. Да, есть в формуле масса. Масса умноженная на... Масса умноженная на расстояние? Ну, нет. Нет, не на расстояние. На скорость? Почти на скорость. Почти. Но я хочу конкретно формулу. То есть, прям... Вот, чему равна сила? Как обозначается сила? Какой буквой? Сила. Так. Все, я вообще туплю. Тут вообще не могу просто... F. Да. Force. F. F. Все важно. Чему равна вот F равна... M умножить на... Да? На что? E. Не совсем, нет. Это у нас не сила тяжести будет. C? Нет. Но вот логически пытаюсь я выстроить... C в квадрате – это что-то другое. Да? Да. А это, кстати, вот M, C в квадрате... Это скорость света, по-моему. Это метр на секунду в квадрате. Вы очень близки. Вы очень близки сейчас. Каша в голове. Сила тяжести по-другому, сила притяжения. То есть, вот с какой силой притяжения притягивается? Так, я говорю, масса, помноженная на что? На свободное падение. Да, что такое свободное падение? То есть, свободное падение – это... Свободное падение – это скорость падения... Ну, да, ускорение. Ускорение свободного падения. Назовите мне просто формулу. F равно M умножить на что? Вот вспомните. Как обозначается ускорение свободного падения? Я уже не спрашиваю, чему оно равно, хотя бы просто как оно обозначается. Как обозначается? M умножить на L вес. Ну, три вот уже ответа вы неправильно дали в этой формуле. Давайте вы мне просто все скажете. Ну, а что уже выжимать-то? Хорошо. Ну, стой, сами согласны, что как бы не ответили все-таки. Да, понятно дело, конечно. Я бы монетаривил. F равно M G. G равно, это ускорение свободного падения, равно 9,8 метров на секунду в квадрате. Вот это я бы еще, может быть, вспомнил. А вот G? Нет, G я бы не вспомнил, конечно. И теорема Пифагора. Так, равно гипотенузе, каждая... Не каждая. Квадрат гипотенузы равен чему-то. Теорема Пифагора звучит так, в прямоугольном треугольнике. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. А, катет его. Гипотенуза, а есть два катета. Гипотенуза, да, да. Все. Ну, понятненько. Спасибо большое за участие. Спасибо огромное. Все. Хорошего вечера. Спасибо. До свидания. Я хотел предложить вам поучаствовать в викторине со школьными вопросами по школьной программе. Вот. Я хочу задать вам пять вопросов из школьной программы. Если вы на пять вопросов ответите, тысячу рублей получите. Какой кошмар. Не ответите. Бесплатно лучше. Как хотите. Хорошо. Как хотите. Можем бесплатно. Я стараюсь так просто мотивировать людей, чтобы вам было интереснее. Играем? Давайте попробуем. Хорошо. Держите, пожалуйста, микрофон, чтобы звук был лучше слышен. Скажите, пожалуйста, как зовут вас? Максим. Максим. Очень приятно. Меня Артем. Ну что, тогда начинаем. Пять вопросов из школьной программы. И я надеюсь, у вас все получится. Первый вопрос довольно-таки легкий. Я думаю, вы его знаете. Какова причина смерти Александра Сергеевича Пушкина? Ранен на дуэли. Да, да, все верно. Первый вопрос у нас в кармане. Второй вопрос из геометрии. Как звучит теорема Пифагора? Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Да, все верно. Видите, как легко. И ужас. Третий вопрос из биологии. Что изучает наука микология? Грибы. Да, отлично. У нас сегодня пока так никто не отвечал еще хорошо. Четвертый вопрос. В каком году отменили крепостное право? О, это сложнее. С историей у меня всегда было не очень. Это я тоже. 1800. Ой, блин, не соврать. Что-то там 30 какой-то, по-моему. Не совсем. Хотите, подскажите? 1861. Да. О, да. 6 было там точно. 1861. И последний вопрос из физики. Как вычислить силу тяжести? Массу нужно ускорение свободного падения. Да, а формулу назовете? МЖ. Да, F равно МЖ. 5 вопросов, 5 ответов. Я считаю, вы заработали 1000 рублей. Пусть она в фонд эксперимента пойдет. А, да, то есть не нужна вам. Хорошо, тогда кому-то другому мы ее же вручим. Спасибо большое за участие. Спасибо. Очень хорошее знание показали. У вас все осталось. У вас все осталось. Спасибо большое. А нам с вами до свидания. До свидания. Ребят, добрый вечер. Есть минутка времени у вас? Да, конечно. Отлично. Хочу предложить вам поучаствовать в викторине со школьными вопросами. На 5 вопросов отвечаете из школьной программы? 1000 рублей получаете? Не отвечайте, ничего страшного. Ну, вдруг получится. Вопросы легкие. Если по пару, то да. А как это такое? Ну, ладно, спасибо. Я понял. Я думаю, раз вы остановились, она уже есть. Да, хочу вам предложить поучаствовать в викторине школьные вопросы по школьной программе. Задаю вам 5 вопросов. Если вы отвечаете правильно, 1000 рублей я вам даю. Не отвечаете, ничего не теряете, как бы просто идете дальше. Решать вам, как бы можете согласиться, проверить свои знания, попробовать заработать тысячу. Или можете пройти как бы дальше. Ну, давайте попробуем, ладно. Хорошо, а подскажите, держите микрофон. Вот, как вас зовут? Даниил. Даниил, очень приятно, меня Артем. А вас, вы можете вместе отвечать? Не хотите, да? Хорошо, сколько лет вам, Даниил? 19. Вот, школу недавно, да, закончили в принципе. Ну, да. То есть, знания еще должны быть свежими. Хорошо? Правила ясны? 5 вопросов, 5 ответов, 1000 рублей получаете. Первый вопрос, довольно-таки легкий, я думаю, вы знаете. Все, я позорюсь. Какова причина смерти Александра Сергеевича Пушкина? Он погиб в дуэли. Да, все верно, видите, как легко. Один уже есть. Второй вопрос из геометрии. Как звучит теорема Кифагора? Квадрат гипотеноза равен сумме квадратов качетов. Квадрата качетов. Да, да, все верно. Третий вопрос из биологии. Что изучает наука микология? Можно подсказку, ты знаешь? Ну, да, как бы окей, да. Грибы. Да, да. Четвертый вопрос. Вы уже близки, и у вас, видите, 35 есть. Четвертый вопрос по истории. В каком году отменили крепостное право? 1800... Пока правильно. Так, давайте попробуем 1869. Ну, нет, не совсем. Нет, не 69. Ага. 7878. Давайте мы сейчас перейдем к следующему вопросу. Если вы ответите правильно на него, подумайте еще и вернемся к этому. Да, давайте, давайте. Этот вопрос пока у нас не зашел. Пятый. Из физики. Как вычислить силу тяжести? На силу тяжести? Не могу сказать. А как сила обозначается? Сила... Сила тяжести, сила притяжения. Да, хорошо. Логически. Вот сила притяжения. Что это такое? Сила притяжения к земле. Массу поделить, по-моему, массу. Масса там есть, да. Дальше вот чуть-чуть неверно. Ну, как бы, да, да, видите, в общем силами. Да, F равно MG, где M это масса, а G это ускорение свободного падения. Соответственно, у нас, ну, остается еще один вопрос, на который вы... Я, наверное, на него не отвечу. Давайте, ну, либо вот последняя попытка у вас есть ответить на этот вопрос, либо вместо этого я задаю вам тогда еще два других. Типа, вот вы на 4 уже ответили совместными силами. Пятое, вот вы говорите, я не знаю. Давайте, давайте еще два вопроса. То есть два других вопроса. Если вы отвечаете на два, вы зарабатываете тысячу рублей. Да, хорошо, хорошо. Если вы не отвечаете, тут уже извините. Хорошо. Когда началась Вторая мировая война? Вторая мировая в 1939. Да, отлично. А дата конкретно помнит мне число месяц? Нет, только отечественные помню. Ну, для себя просто будете знать, как бы я вам зачту этот ответ. Первое сентября. То есть легко запомнить, дети идут в школу обычно, а это начало Второй мировой войны. И еще один вопрос, отвечаете, тысяча ваша. Столица Канады. Вы знаете? Ну, можно первого. Ну, много подсказок я вам даю. И так. Столица Канады. Не могу ответить. Ну, обидно, вы так нормально, в принципе, шли. Да ладно, ничего. Я бы вас даже не брал, если честно. Просто так для себя. Хорошо, спасибо вам большое за участие. Всего доброго. Хорошего вечера. Я думаю, на сегодня все. У нас было два, по-моему, победителя из пяти участников, кто ответил на все вопросы. Один мужчина не захотел брать деньги. Это его выбор. Я предлагал. То есть правила были озвучат, но он сказал, мне не нужно. И еще две девушки также заработали тысячу рублей. Будут, конечно же, новые выпуски. Поддержите меня лайком. Сделайте репост. И поставьте колокольчик, чтобы вы знали, когда выходят новые видео. Можете предложить мне свои варианты вопросов в комментарии. И самые интересные комментарии, которые наберут больше всего лайков. Я эти вопросы задам реальным прохожим. Все, друзья. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.